привет с вами гитара с нуля это 45 урок итак на прошлых уроках мы с вами дошли уже до сложнейших тем можно сказать мы дошли до теми которую сейчас модно называют finger style но на самом деле это просто игра музыки просто игра когда мы с вами в одной гитаре заключаем игру нескольких инструментов бас соло ритм иногда даже вокальную партию на прошлом уроке мы с вами поиграли кукушку разобрались самим принципом как играть да finger style как как подставлять нотки на свое место и так далее поэтому я надеюсь вы это прошли а многих я даже видел что это прошли и даже там я такую тему дал что поиграть это вместе с боем у кого получится и у всех получилось поэтому я рад что мне не пришлось вот эту тему как-то пытаться там объяснить а что у всех кто дошел до этого урока реально уже хватает слуха понимания и ощущения для того чтобы спокойно двигаться дальше давайте продолжим эту тему и сегодня мы с вами будем работать над песней вера надежда любовь мы с вами и уже проходили на предыдущих уроках да просто играли ее на аккордах мы знаем аккорды аккорды вступления мы изучали сами соло когда учились играть отдельно соло и сегодня пришло время все это соединить итак давайте для начала разберемся на каких аккордах у нас играется вступление играется эм и ЕМ, ЕМ, Д, ЕМ, 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 Д, Джи, 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 Д, Джи, 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 Д. Так вот, исходя из этого, мы будем сейчас соединять эти аккорды с нашим соло. Давайте вспомним наше соло. Мы его помним прекрасно. Единственное, что давайте для этой темы немножко изменим первую часть соло. То есть сыграем не... А сыграем... То есть вот этот ход изменим на второй струне. Восьмой лад, седьмой, восьмой, десятый и... Как и в первой случае на седьмой лад первой струне. То есть... Сейчас сыграем эту часть. Ну а дальше все так же продолжается, как мы и знаем. И вторая часть нам известна. Я надеюсь, вы все наизусть знаете это соло. Итак, что мы делаем? Сейчас еще какие-то секретики будут открываться. Помимо того, что технически мы будем сейчас с вами расставить, мы играем переборы, да? И поем наше соло. Для начала давайте просто сыграем перебор. Получается, что мы здесь играем всего 4 нотки, да? Вот если мы сыграем это вступление перебором. Получается, что второй перебор мы делим пополам между аккордами. Потом играем G. То же самое. Понятно. Сыграли. Написали себе эти циферки. И теперь давайте пробовать играть этот перебор и петь соло. Первая нотка соло у нас попадает на тонику. Ну, так часто бывает. Потом идет три ноты, да? Три ноты чисто перебора. Дальше. А дальше все нотки соло у нас, получается, попадают на нотки перебора. Я сейчас уже не буду расставлять с вами каждую нотку, искать. Вы уже на примере кукушки знаете, как это делают. И это уже ваша работа. Я надеюсь, что вы с ней справитесь. Итак, предположим, ну, давайте для начала споем все это соло. И в конце, после ноток соло, у нас еще три нотки, получается, самого перебора. Вот эти три нотки перебора. Значит, мы помним, что приоритет мы отдаем ноткам соло. То есть там, где у нас нотки перебора, играем ноты перебора. А там, где ноты соло, играем ноты соло. Давайте попробуем это сыграть. Очень просто. Тут все просто. Мы играем тонику вместе с нотой соло. Потом три ноты. Даже легче, чем кукушка. Потом играем по соло. Ищем эти нотки прямо в самом аккорде. То есть ставим аккорд. И вот у нас. Мы, значит, что делаем? Сюда мизинцем. И первая струна у нас и так зажата. Остается три ноты перебора. Что мы делаем на Д? Пропеваем. Получается, у нас четыре ноты. Ноты соло у нас, получается, между нотами перебора. То есть нота соло, нота перебора. Нота соло, нота перебора. Так часто бывает. Играем через третью струну. Но открою вам секрет. На Д будет всегда играться только такая тема. Поехали дальше. То есть играем так же. А вот дальше у нас должна быть вот эта нота. Да? А аккорд соль. Джи. Так как же нам взять вот эту ноту и поставить аккорд джи? А очень просто. Надо найти в этом положении, чтобы достать ноту или аккорд джи. Как мы можем поставить аккорд джи здесь? Ищем тоники для начала. В этой позиции здесь. Также здесь есть вот она. Через октаву. От нее аккорд сюда нам не подходит. Ищем на пятой струне. Вот она. Какой от нее аккорд мы можем построить? От нее мы можем построить, чтобы взять эту струну только вот такого плана. То есть вот она у нас тоника. И от нее ставим такой аккорд типа С. Вот такой. И значит джи мы будем брать в момент соло вот в этой позиции. Это такой секретик, что вы должны... Не зря вы когда-то учили, где у вас какие нотки на гитаре. А вы теперь можете перенести еще любой аккорд в любое другое место. Вы знаете, что позиция аппликатуры бывает такая аккорда, такая, такая, да? Барре и такая. Для начала этого хватит. Вот этих трех аппликатур можно сказать. Верхняя, нижняя и как С. Вот. Понятно. Вот мы берем, значит, джи вот так. Играем. Тут у нас тоже что? Поем. То же самое у нас получается. Тоника с нотой соло. Три ноты. Дальше. Ноты соло. И в конце три ноты. Все очень просто. Значит, играем ноту соло вместе с тоникой. Дальше. Три ноты перебора. Дальше. Идем по соло. И три ноты перебора. На Д играем так же, как всегда. Опять. И опять. И возвращаемся на Эм. Пробуем сыграть все это вместе. Вот мы все это сыграли. Естественно, вам нужно посидеть, поразбираться, спокойно все это расставить и медленно сыграть. Теперь давайте прибавим сюда бой. Получается, что через каждые две ноты, следующие два подцепа мы заменяем ударом вниз-вверх. Получается, две ноты, два подцепа вниз. Видите? Эта песня заставит ваши пальчики поработать. На самом деле, грязь повылезает вся. Поэтому, как только чувствуете грязь, берете за что? Правильно, за гаммы. И делаете все эти растяжечки, скорость и так далее. Как только скорость наработается, все это будет браться и пальцы будут летать. Понятно. Вот, по сути, задание этого урока. Теперь давайте попробуем. Давайте попробуем. Вот такое вам задание. Попробуйте сыграть и найти позиции аккордов, чтобы сыграть вокальную партию, играя аккорды. И давайте возьмем эту мелодию и сыграем на наших аккордах. То есть, ваша задача подобрать эту мелодию. Ставим аккорд и ищем нотки мелодии. Прям в аккорде. А они есть в аккорде. Я, кстати, сейчас вместе с вами импровизирую. То есть, это задание мне пришло. Вот прямо вот сейчас по поводу. И поэтому могу ошибаться тоже. Но в этом и интерес. У меня, правда, интуиция уже работает. Я уже чувствую, где нота. Вам придется попотеть. Вторая часть. Здесь эту нотку придется найти не на самом аккорде, а пальчиком нажать. Ага. Надо вот эту ноту взять. А аккорд соль. То есть. Значит, у нас получается. И аккорд соль. А как мы? Здесь мы не можем взять эту ноту и взять G. Значит, опять берем G в этой позиции. Понимаете? Вот еще и понимание приходит. И дальше. И дальше. Вот, пожалуйста. Подобрали, да? Давайте все подберем. И припев. А потом попробуем все это сыграть. Дальше. В небе над нами Значит в небе В небе над нами горит звезда То есть получается, что опять Мы должны вот здесь взять нотку На аккорде G В небе над нами горит звезда Значит G, D, E Значит мы должны взять В небе над нами Аккорд надо взять D А взять вот эту ноту Так Как мы можем взять аккорд D И эту ноту Ищем Мы же знаем, где у нас в этой позиции D А вот, пожалуйста На шестой струне Здесь какой-то лад Десятый лад И вот он, наш аккорд D Мы спокойно Получается И здесь же мы можем достать эту ноту И аккорд E О, прикольно Еще раз повторим этот круг А здесь D уже вот сюда надо взять Потому что ниже Итак, подбирайте эту мелодию На аккорд На аккордах Саму песню Я когда-то сидел на магнитофоне Это все отматывал Слушал Пытался Ну, точнее Вот эту мелодию я никогда не подбирал Я говорю про вступление И так далее А вот сейчас Прям при вас Уже видите опыт Как работает Когда я могу раз И почти без ошибок Сначала до конца подбирать Теперь мы можем это все сыграть Попробовать Это тоже задание вам То есть это Не обязательная часть урока Но интересная Итак О, кстати Когда придем на E Можно сыграть вот эту фишку Из вступления И будет прикольно То есть слова там заканчиваются А типа такая музыкальная вставочка Сейчас Давайте еще раз Прикольно, да? Вот Еще раз попробуем А то там немножко ошибся Я серьезно говорю Я это не отрабатывал Поэтому я ошибаюсь А как вы хотели? Все по-честному Прикольно Второй круг А Здесь же вот эта нотка И пошел припев Ага Тут же мажор Д Мажор же, а не минор Так минор мы помним Так мажор И ЕМ Опять минор Жму место Мажор И на оч Начинаю играть вступление Вот такое вот Интересное задание Сложное Это я сейчас Вот Можно сказать Раз и подобрал все Ну вы будете у меня Подсматривать Вам будет легче Но Вам все-таки Уже придется Самим что-то подбирать По крайней мере Мелодию Но вы поняли принцип Что почти всегда Можно мелодию найти На аккордах Что радует И вы поняли Что Можно Искать аккорд Исходя из Надобностей Соло То есть мы Понимаем Что нотка Здесь Значит Ищем Наш Аккорд В этой Аппликатуре Там где мы Можем взять И аккорд И достать Нужную нам Ноту Вот для этого Мы когда-то Начали чуть-чуть Учить теорию Где какие-то нотки Чем больше Вы знаете Где располагаются Какие-то нотки Тем легче Вам видеть Что вообще происходит Но мы не так Зубрили Как в музыкальной школе А до реми Где все Хрен поймешь Зачем и как А теперь мы Чуть-чуть умеем Но уже чуть-чуть Применяем Чем больше Будем знать Тем больше Будем сразу Применять Это и интересно И расширяет Наши возможности Пишите Не знаю Получилось или нет В комментариях Или где Потому что Сложная тема Если что Попробую снять Какие-то пояснения То есть Аккорд Ой аккорд Урок 45А Там С какими-то там Дополнениями Но я думаю На этом уровне Вы все у меня молодцы Поэтому Подписывайтесь на мой канал Жмите репост Репост Надо нажать По-любому По-любому Вот Пусть ваши друзья Тоже Подсаживаются На уроки гитары Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok